Японская скользкая лестница. Сверху стоит сундучок с наградой. На мягкую лестницу постоянно подается свежий гель. Мы знаем, что красный цвет добавляет скорости, и действительно, красный сейчас на первом месте. И, судя по всему, он выпускает какой-то ветер! Сдувает желтого прямо вниз, но желтый не теряет стойки. Молодец! Годзилла! Для нас до сих пор остается загадкой. Синий – это участник гонки, или он просто синий и пьяный? Зеленый очень опасно приближается к задней точке красного. Он разве не помнит, что было желтым? Да, опять срабатывает этот суперудар! От лестницы свободно, но план красного состоял не в этом. Он ломает зеленого! Но ему нужно спешить обратно, потому что розовый там остался. И синий проснулся. Он действительно ждал очищения лестницы. Кстати, обратите внимание на стратегию розового. Он использует мегахват рук из японских ужастиков, а также стоит сбоку, то есть справа от него никого нет. После всего произошедшего синий мгновенно протрезвел. Рыжий ведет себя чересчур нагло и наказан за это. Внизу он уязвим, если кто-то решит сломать его. У розового какая-то заминка, он не может нащупать, на что ему опереться. Судя по всему, он ждал, когда рыжий окажется прямо под ним. Японские дамы наблюдают, кто из этих мужчин наиболее достоин. Красный начинал с низов два раза и все равно удерживает первенство. Зеленый все, по синему до сих пор непонятно, синий он или просто устал. Да, действительно, красный выглядит здесь великолепно и грациозно, скорее всего. Не, подожди, там ребята справа что-то делают с тазниками, они добавляют геля, что ли? Ведь обстановка может резко измениться. Все, красный стекает, синий подпрыгивает. Красный возвращается в начало в третий раз, забирая с собой четырех участников. Получается, синий там один стал следует, скатывается вниз, сломает голень оранжевому. Вот это шоу, красный обладает несгибаемой волей, он опять на первом месте. Но мы знаем, что от синего можно ожидать сюрпризов. Японские патриции вежливо улыбаются, они боятся, как бы не зашло слишком далеко. Нет, ну красного начинают проскальзывать, руки упал, они забирают с собой минимум троих. Синий, как обычно, мастерски уворачивается. Желтый ломает себе позвоночника пол. Но, слава богу, знаменитая японская радиоактивная регенерация помогает ему. Рыжий и розовый красиво идут в тандеме, но у рыжего открыт левый фланг. Сейчас что-то произойдет, зеленый ускоряет свои движения, хаотичные. Двое падают вниз, но зеленый остается на лестнице. Шею ломают оранжевому. А красный понял план розового и сам использует левую стенку для трения и для более стратегически выгодной позиции. Буквально один тычок зеленому, он повалится вниз, но красный почему-то щит его. Зеленый ложится, он вгрызается в лестницу. Он либо хочет закрепиться зубами, либо хочет съесть весь гель, но не успевает. Геля слишком много. Закрепляется зубами. Вот это воля, когтями продирает лестницу. Бетонную. Второй раз за сегодня красный подходит к самому главному призу. Зеленый все и желтый, смотрите, как мастерски уворачивается от зеленого. Но он в самом низу. У зеленого еще есть боевой настрой, я думаю, он попытается догнать красного. Красный практически у самого приза. Будут ли они добавлять гель тазиками? Стратежно раздвигает ноги, чтобы забрать всех. Не оставить никого на лестнице. У синего начинается похмелье. Красный в ярости. Два раза он был на самой вершине, его скидывали. А теперь еще и зеленый обгоняет его. Я думаю, сейчас мы увидим весь брутализм этих гонок по скользким лестницам. Зеленый пытается зацепиться за что-то, но мало-мало волос у него выросло на ладонях. Розовый позади ждет, пока они все упадут, чтобы захватить опять первенство у правой стены. Желтый направляется прямо за зеленым, используя то, что зеленый там съел весь гель. Соответственно, трения больше. Но ему приходится удерживать такую позу, чтобы пропустить скользящего зеленого вниз. Красный сейчас начнет саботаж. Он пропихивает больше геля под зеленого. Надеюсь, что он скатится. Нет, он скатывается сам. Но дополнительный гель под зеленым. Толстаса красный резко берет старт обратно. Да, план Покемона удался. Покемон пропустил зеленого. Оказывается, все это время на лестнице был мега злой гений. В серьезе его сначала никто не воспринял. Но желтый все просчитал. Он показывает своим оппонентам презрение к их страданиям. Публика ликует. У них появляется новый фаворит. Но остается последний пролет лестницы. И зеленого нет. Где зеленый? Зеленый ждет, пока желтый свалит всех остальных. Розовый уже отвалился. За ним следует рыжий, как мешок старых тряпок. Игрок в синей форме так и не дает нам шанса понять, синий он или трезвый. Красный ведет себя очень агрессивно. В конце концов, он на вершине уже четвертый раз. Желтый, однако, здесь впервые. У красного больше опыта. Смотря на мучения синего, возникает только лишь одна фраза. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте ему воду или какой-нибудь расцово. Покемон посередине, а красный напротив голубого краника. Туда поднимается таз. Он идет на перерез. Он понимает, что ему нужно срочно уходить из правого фланга. Организаторы задерживают дополнительный гель. Они хотят посмотреть, чем закончится эта смертельная битва наверху. Пошел дополнительный гель из обоих кранов. Нужно срочно что-то решать. Желтый пытается пробегнуть красного под собой, чтобы тот скатился. Красный понимает, что это конец и забирает его вниз. Сидий паук также прокатывается вниз и ломает красному спину. Общий брутализм и жестокость происходящего сильно расстраивают ведущего. Для зеленого открыть путь наверх. Надо отдать должное красному за его волю к победе. Пока остальные тусуются внизу, он берет любой шанс. Каждый шанс, который предоставляет ему и лестница. Скорость его не превзойдет, но он перемещается быстрее каждого из этих игроков. Зрители начинают психовать. На ком поставлены огромные состояния. Покемон позади не спешит. Он самоуверенно и спокойно ждет, пока они все скатятся обратно. Двое лидеров смотрят друг в друга. Но в глаза они могут оторваться. Напряжение нарастает до предела. Они боятся трогать друг друга. Они понимают, что в таком случае сами скатятся. Синий ложится. Пытается ногами отмахиваться от розового. С левого крана постоянно течет гель красный. Почти добрался награды. Зеленый хватает его за ногу. В это время синий пытается уйти из-под лавины. Дает с ноги по розовому. Желтого зажимают. Хрустят ребра. Удивительно. Но на что способна человеческая воля? Они до сих пор пытаются подняться все. До этого дедушку в розовом ждут внуки дома. Но единственный путь домой лежит в сундуке на вершине лестницы. Думаю, уже не стоит удивляться тому, что красный естественно быстрее всех. Нет, он соскальзывает. Он думал собрать обоих. Но рука соскользнул с желтого. Это гора. Это лестница. Великолепная метафора человеческих страданий. Желтый добирается до последнего пролета. Смотрит на рыжего со значением. Что интересного хотел сказать этим взглядом? Скатись! И рыжий действительно скатывается. Желтый отталкивает ногами гель. И этот гель течет прямо на красного. Розовый симулирует. Он хочет страховых выплат. Делает вид, что ему сломали бедро. Мы впервые видим боковую тактику. За такую дерзость ведущий решает подбавить еще немножко геля. Подливают целыми тазами. Все мышцы желтого напряжены. Абсолютно все костюм натянут на 100%. Поэтому просвечивает. В данный момент мы наблюдаем 100% репродукцию ситуации. Двое смертельно уставших родителей убегают от визжащих детей. Зеленый пользуется проторенной дорожкой желтого. Желтый мог бы дать ему с ноги, но ноги отрывать нельзя. Очень маленькое трение. Зеленый почти на вершине, но там тазиком подливают еще гель прямо под него. Желтый садится. Он не намерен уходить отсюда. Зеленый использует его как лодку, чтобы не отбивать себе позвоночник. Желтому потребуется годы лечения, чтобы научиться ходить опять. Синий внезапно обнаружил, что наверху горы есть какой-то приз. Весь дополнительный гель сейчас стекает из левого крана. Синий же идет по правой стороне. А упавшие зеленые с покемоном до сих пор не могут встать. Синий такой. О, здесь все так же, как у Андрюхи тогда. Но жестокая тетенька справа уже нагибается за тазиком. Секретная тактика синего заключалась в том, что когда все остальные устанут, тогда-то он начнет свое восхождение. На платформе становится все больше и больше геля. Однако это его абсолютно не смущает. Он говорит, я родился в этой слизи. Отрезвляющее падение вниз. Он на самом дне и осознает, что был неправ в своем стиле жизни. Претенденты уже еле плетутся. Ведущий напоминает о времени. Говорит, скоро торговый центр-то откроют. Они придут сюда и увидят, что мы здесь устроили. Давайте, заканчивайте уже. Красный в самом низу. От его былой скорости не осталось и следа. Только зеленый еще что-то пытается. Синий протестует. Что вы делаете с людьми? Кричит. Остановите это. Рыжий все, его отправят на переработку в этот самый гель. Но зеленый, движимый желанием отомстить за всех остальных участников, поднимается наверх к организаторам. Они используют свои тазы. Когда-то это были люди, сейчас это гель, но уже поздно. Он взял награду. Бессмысленное и беспощадное японское шоу со скользкой лестницей. Я надеюсь, вам понравилось, дорогие зрители. Здоровья вам, добра, любви и процветания. До свидания.